Друзья, всем добрый день! У нас сегодня пасмурный день. Суббота. Нет, пятница сегодня. Сегодня пятница. Я тороплюсь. После дождя вот так выглядит наш огород. Сыро. Не иду туда. Вот утром шел дождь. И еще будет небо какое серое. Будем что-нибудь дома делать. Я сходила в теплицу. Принесла сегодняшний урожай. Покажу вам. Набрала огурцов. Они все равно еще растут. Хотя вроде уже я не хочу, чтобы они росли. Но все равно растут. Я их поливаю еще. Сорвала несколько кабачков. Они вот такие разные. Даже, наверное, переопылились. Желтый с зеленым. Это цукини. И вот, посмотрите, какой цветок сделала. Нарвала перцев. Наверное, ведра полтора. Крупные, хорошие. И нашла один переросток. Патиссон. Он такой. Куда-то все равно я его использую. Вот какие перцы у меня выросли. Вот такие вот такие красавцы. Часть использую, а часть заморожу. Видите, как мячики прям. Сегодня буду печь хлеб на расстойке у меня стоит. Скоро уже буду включать на выпечку духовку. До верха дойдет. И здесь, и здесь. Сегодня пеку два хлебушка. А здесь у меня стоят и квасятся помидоры. Холодной водой залила я их. Пятилитровая банка у меня нашлась такая. И вот они уже несколько дней стоят. Но еще не готовы. Смотрите, налет появляется. Они должны быть очень вкусные. Как бочковые. Я все еще продолжаю делать квас. Лето же еще не кончается. Но теперь я уже делаю с добавлением меда. Я когда делаю вот новый квас завожу. Сюда хлеб свежий кладу. Сюда вот надо сливать уже. Сюда добавляю ложку большую меда. Потом, когда сливаю бутылку, пробую на вкус. Если мне не очень сладко, ведь пьют мальчишки, внуки, то добавляю тоже мед. Вот размешиваю и сливаю в бутылку. Видите, меньше стали пить, поэтому вчерашний квас половину не выпили. А сегодня буду еще сливать. Из оставшегося хлеба, который мы не съели, а он уже стал пожестче, сделала сухарики. А здесь у меня стоит такой букет. На всякий случай, если я вздумаю закрывать баночку, вот укропный букет у меня стоит. Он уже подсох зеленого цвета. Красивый букетик у меня. А здесь у меня мои мальчики сидят. Дедушка с внуком. Привет! Привет! Богданчик и Слава. С этой стороны, Слава, учит Богдана работать с деревом. А что случилось, что они делают, я вам чуть попозже покажу. Ну вот я вам показываю, что же они делают. Была вот такая ложечка, лопатка силиконовая для работы с тестом. Да и не только с тестом. Здесь вот было соединено все. Вот так она выглядела, когда была живая и здоровая. Это Аня работала, делала что-то, и у нее сломалась вот эта лопатка. Ей очень жалко ее, она к ней привыкла, она ее любила. Вот. Удобно ей работать. Скажете, она недорого стоит, можно купить новую? Конечно можно, все продают. Ну, сходите, купите, и у вас не будет опыта работы с деревом у вашего внука, например, или у вашего мужа. Вот решили ребята сделать сами. Вырежут из полоски доски, какой-то доски, вырежут ручку вот эту. Здесь обточат все как надо, сделают потоньше, и будет у них вот эта ручка от этой лопатки цельная. Вот такая. Я считаю, что это нормально, если ребенка чему-то учить. Пригодится же в жизни. Я вот в детстве приезжала на каникулы к бабушке, и приезжали еще две мои двоюродные сестры, когда в одно лето мы были вместе. Бабушка меня всегда утром будила и говорит, Нина, вставай, иди картошку честь, завтракать будем. А жарили картошку утром на керосине в большой сковородке. Я сплю, хочется тоже поспать. Девчонки спят, двоюродные сестры, она меня, бабушка, будет. Иди, вставай. Я говорю, бабушка, ну почему ты меня всегда будешь? Ведь одна из сестер была моя ровесница, мы с одного года. Почему ты меня все время будешь? Вот она пусть встает. Я имен не буду называть, а бабушка говорила. Она чистит картошку, толстые кожурки срезает, а ты хорошо чистишь. Но почему всегда я и я? И вот она мне всегда говорила, а тебе все в жизни пригодится, ты будешь все уметь делать. Так что я тоже так думаю, как моя бабушка. Я вышла уже на улицу и хочу вам показать. Соседи нам отдают свои переросшие огурцы, которые у них выросли большие, и они им не нужны. Вот. Они сначала спросили, едят ли наши куры огурцы? Я говорю, едят. И кабачки, и огурцы. Можно мы вам применим? Ну, пожалуйста, приносите. Вот они нам принесли. Я уже по несколько штук с утра уже несколько штук давала. Днем буду давать, режу на куски и отдаю курочкам. Ну, я же отблагодарила наших соседей яйцами от наших кур. Пусть попробуют домашние яйца. А еще обнаружила здесь вот такой вот ящик. Так, смотрим, что это. Это что-то радиоаппаратура какая-то. Откроем, да? Откроем. Это вчера появилось здесь. О, здесь проигрыватель. Вчера к Славе приезжал один знакомый и привез. Вон такой раритет. Ай-яй-яй. И тоже пластинка тут есть. Ну-ка. Что тут написано? Алла Пугачева. Ну, наверное, нормально еще. А здесь что? А здесь что? Тоже Алла Пугачева. Цыганский хор какой-то. А здесь группа. Рецитал. Ну, помните такую группу? Так, вот сюда вставляется 33 скорость стерео. Вот что у нас появилось. Я говорю, что этому твоему другу до мусорки было дальше вести, чем до нас. Он говорит, мне надо. Для чего надо? Что он будет с этим делать? Наверное, восстанавливать будет. В общем, несмотря на возраст, желаний намного еще хватает. Хочется реставрировать что-то. Хочется что-то сделать. Очень сыро у нас после дождя. И ночью шел дождь. И вчера ночью шел дождь. Смотрите, какая астрочка красивая. Такая нежнятина. Боже мой. Как же природа. Все это сотворяет красиво. Очень красиво. На одном кусте белые и вот такой цвет одна. Это же один росточек один. Один цветочек. А здесь вот распустится скоро игольчатая астрочка. Это еще в бутонах. А это уже вот-вот откроется. Осенние цветы. Мама их очень любила. Это другой кустик. Пионовидный, да? Горчица на грядке у меня подрастает. Значит, сорняков будет меньше. А здесь уже вовсю цветет осенний цветок. В сентябринке. Первый пошел цвести. В этом году наш сад пустует. Никакого урожая у нас нет. Ни яблок, ни слив, ни вишен. Но все-таки несколько груш у нас есть после дождя с капельками. Висит. Еще жесткая. И вот здесь вот прямо целая гроздь. Размер-то хороший. Только их мало. Я же с вами попрощаюсь. Такое небольшое видео сняла о сегодняшнем дне. Благодарю всех, кто перешел со мной вместе на Дзен. Ожидаю всех, кто еще придет ко мне по старой памяти. Может быть, кто-то вспомнит обо мне. Будьте все здоровы, счастливы и очень-очень благополучны. Пусть у вас все будет хорошо. Продолжение следует...